ну что всем здорова спустя два месяца после обзора акцента снова вернулся я короче приора 12 год еще приора 1 2 пошла если не ошибаюсь 13 года с обычной панелью у нас в комплектации кондиционер abs электро зеркала 2 электро стеклоподъемника и одна подушка безопасности по моему все приор у меня было уже несколько и мнение насчет нее у меня разница конкретно то я ее хвалю то и ненавижу то люблю бля то презираю вообще рассказывать они реально нечего вот прямо чтобы прям вот этот обзор был вау там лучше других нечего просто скажу свое мнение по движку у нас короче 16 клапанный движок 126 двигатель это самый по моему популярный клапана здесь не будет гнуть потому что хозяин бывшего он поставил поршня с выемками там от какого-то 123 или 124 движка как-то ставят я не шарю честно не особо я я знаю поверхностно все эти моменты знаю что на стандартном заводском движке и при обрыве ремня грм клапана гнет здесь не должно гнуть если у меня не обманул конечно хер его знает а теперь что мне в ней нравится нравится очень сильно вообще очень нравится как она рулится у них стоят либо гидроуслитель руля либо электроуслители здесь нас электроусилок стоит и если я не ошибаюсь то гидроусилитель стоит если нет кондиционера в комплектации а электроусилок стоит если есть кондиционер вот здесь стоит электроуслок блин рулится реально вот одним пальчиком даже вот в акцент садишься да вот после приоры прям он такой ну жесткий кажется вообще здесь вот рулится она прям вот изумительно правда здесь у нас вся машина кроме крыши вся вся по кругу в три слоя шумоизоляции и вот за счет этого мы сейчас ехали тут по таким колдаебином просто жесть тресло жестко но как бы шума не было никакого так достаточно комфортно ехать на самом деле вот что еще кондюк до кондиционер реально дует классно вообще особенно если приора люксовая то блин она прям ну приятно ехать на самом деле еще приора нравится мне тем что ее можно как угодно стилизовать вот вот как в любой любой тюнинг и вообще есть они очень круто выглядят действительно акцент конечно так не сделаешь потому что я сравниваю ну непосредственно с акцентом потому что это ну-ка прямой конкурент как бы туда-сюда стопаки у нас в 1 априори еще идут не диодные обычные вот когда вот она на диодных стопаках аккуратненько занижена на вот мне нравится на штамповочках только не на этих а когда она на болотных и выглядит она вообще здорово так в принципе она достаточно надежная машина на ю тубе все любой что не обзор и и хуй сосят все ее чморят эту машину абсолютно все но это необоснованно потому что машина абсолютно не хуже не лучше чем другие единственное да что она ржавеет сильно ржавеет действительно безбожно это минус а почему ее все хуй сосят я извиняюсь за выражение по-другому не скажешь потому что на них отжигают вот ко мне когда приезжали смотреть абсолютно каждый вот каждый начинает наваливать до отсечки на хера это делать это приора естественно любую машину на gtr и так будешь отжигать если каждый день или все что угодно ляжет естественно ресурс это русская машина которая дешевле любой иномарки будет в своей категории поэтому ну хуесосить прям я ее не хочу как бы там занижать унижать там нормальная машина абсолютно единственное что надо эксплуатировать в адеквате то есть не гонять не исполнять там не блять не стартовать нас пробуксовкой так что еще рассказать из такого из как бы если докопаться то вот очки классические рейбанчики и вот здесь есть очечник под очечник хотим мы положить их и и хуй там ребята нихера не заходят возможно я делаю это не так конечно давайте пробуем вот так но это явно не то короче очки не помещаются очки солнечные не не поймут я могу конечно запихнуть но я потом не вытащу и могу поломать их вот это то что я заметил а еще очень не бесит блять вообще читал формы здесь штатная магнитола это жесть штатная магнитола короче слушаешь ты музыку звук у нее просто вот вот если есть эталон самого конченого звука на свете это приоровская магнитола если по вытащить вот это говно вот это штатная вот это покажи это уебище дичайшая я у меня зла не хватает можно я возьму и прям покажу пацанам вот эту вот херню блять меняете нахер выкидывайте держи снимай батю это просто жесть я купил сюда колонки за три двести какие-то alpine e-series какие-то купил колоночки блин думаю ну хотя бы звук какой-то будет потому что я когда взял ее здесь одна колонка была в виду порванная вся какая-то купил колоночки хорошие будет ставлю звук вообще просто и руки просто жесть его просто нет вообще навалишь ну что запирает репет если подсоединить любую самую самую дешевую магнитолу пионер или alpine к примеру самую дешманскую звук будет вот блять вот если не верите то просто блять вот ради прикола вытащи вот это говно у кого заводской поставьте любой любой пионер и вы поймете какой звук здесь стоит в блютуз блять блютуз в этой магнитоле но когда ты подсоединяешься у тебя делаешь звук на минимум тебя шипение блять включаешь музыку тебя блять это не звук это просто жесть я не знаю блять проще сука колонку взять блютуз и играть или телефон блять или барда с гитарой посыть будет лобать это самый конченый звук из всего что я слышал как бы это с одной стороны херня но с другой стороны как бы это магнитола стоит денег там на авито даже смотришь она стоит денег как бы там по четыре по шесть тысячи не продаются хотя за двушку можно пионер взять абсолютно нормальный пионерчик блин с флешкой из всей херни еще очень как бы тесновато на самом деле хотя место вроде бы как бы и немало здесь но вот я сейчас сам за собой присяду хотя все развалился ну вот я сижу и меня как вам объяснить то пацаны как блин у кого не было приоры но мне не хватает чуть откинуться назад вот прям вот я сижу прям вот под 90 градусов это в долгой поездке я очень устану очень тесно пластик дубовые ну глупо об этом говорить потому что это мега бюджетная машина все если она не прошумлено на 3 бежит болен еще меня очень раздражает приори кстати забыл сказать очень раздражает видите стекло покажи вот это стекло опущена по максимуму и когда ты едешь вот я лично люблю да и нора каждый пацан любят вот так лето ты едешь высунул руку она давит жесткого тут вообще ну это бред ему так неудобно здесь тоже не то хочется вот так высунуть руку и кайфовать блин как настоящий пацан вот и вот эта херня не опускается сзади если я не ошибаюсь по моему такая же беда ну сзади это не так критично вот все это это самое низкое положение ну что это за уебищем реально ну это же дичь какая-то блять вообще это как бы мелочи ну там мелочь там мелочь там и вот ты едешь и блять эти все мелочи копятся понимаешь нахер надо я лучше возьму акцента и вот реально я на самом деле если взять живой акцент и живая приора не убитая блять это небо и земля они похожи конечно да как бы в чем-то по классу но блин акцент тоже ржавеет но не так жестко он тоже живет у него пороги арки но надо если следить за этим то этого ничего не будет конечно и от региона очень зависит у нас краснодар как бы у нас климат хороший машины ржавеют не так но опять же неизвестно где она была его как как она ездила потому что птс отменены уже поэтому номера меняли кучу раз вот по запчастям кстати по ценам я в нее вложил уже пятнашку этом ходовку подшаманил кондюк заправил кондюк заправить меня с опрессовкой со всей херней вышел 2 500 2 шаровые и гранату мне 4500 что ли вышло за все не помню чеки лежат на посмотреть я не могу сказать что она дешевле чем акцент она плюс-минус практически такая же а если нет разницы по запчастям да там как бы ну пусть некоторые запчасти на акцент придется ждать да допустим там день-два я ждал там ремень ремень до ремень наверно какой-то ремень на акценте я ждал день или два но там же другие блин качество материалов другое качество запчастей и другое поэтому брать эту машину я считаю это бессмысленно единственное что она продается ну акценты продаются не хуже опять же и кстати еще преимущество преимущество акцента в том что в своем классе только у него есть независимая задняя подвеска кстати вот а здесь балка и это огромный перевес в сторону в сторону акцента огромное вообще рассказывать о ней реально нечего ну каждому свое как бы личное мое мнение вот если кому-то интересно мое мнение реально я поездил на этих машинах поездил на акцентах надо хера я на чем ездил я не перевередливая могу блин с лексуса сесть на копейку и вообще вообще не обламываются вообще наоборот вообще похер могу на велики блин есть могу пешком в себе лично в пользование я бы ее не взял правда она неплохая машина но если бы она стоила там ну блин ну 130 120 вот вот такая вот скандюком ради бога но она не стоит этих денег за 200 тысяч рынок у нее 240 показывает по дрому в 240 можно взять фокуса 2 это обалденная машина до дохера чего взять можно до хрена если поискать много иномарок тот же акцент легко за эти бабки он в любом в офигенном состоянии можно найти акцента поэтому я бы не советовал вот про двигатели там ходовую ну чё и все я знаю эту машину это десятка это десятка рестайлинг я не знаю ну как бы это наебка это чистая наебка это десятка двенашка точнее если быть точным это двенашка с глубоким рестайлингом но в комментариях будут усираться говорит что это нихуя не двенашка это новая машина блять это как сейчас блять повесили сюда queen спойлер блять фары блять поста идиодной искать это блять не приора это какой-нибудь блять залупа дрочерская блять модель новая а кстати приора почему потому что блять это название почему приора блять потому что был конкурс типа там название новой модели блять вы что всему году и кто-то предложил лада приоритет, приоритет, блять приоритет, и так как это название было длинное, пойдем покажем так как это название, приоритет было слишком длинное для написания ее сократили до приора и то есть приора это приоритет, типа в приоритете ну так оно в принципе есть, конечно по факту, она самая продаваемая в России была в свое время, да, как бы, ну, везде эти приоры, сколько песен на них написано в конце концов реально про эти приоры вот, так что кто не знал, вот приора это, типа, приоритет братва, залупа ежа чистая Я не знаю, ну хер его, что у них в голове У тех, кто придумывает название Приора, блядь Лада Калина, блядь Гранта, блядь Я бы Весту хотел снять Ну, кстати, Веста мне нравится пока что Я на ней ездил только в качестве пассажира Но меня прикалывает Веста, не знаю Потому что там, наверное, от Лады ничего не осталось Если получится, буду снимать Вот, рассказывать все, мне нечего о ней рассказать Просто суть в том, что я говорю, что За эти бабки Не надо ее брать Не пишите, блядь, гадости, потому что Наши русские люди Устроены как Если вот У кого-то Приора И я ее, например, начинаю охуесосить Люди, которые смотрят этот ролик Принимают это как личное оскорбление Ну нет, я не оскорбляю лично того, кто на ней ездит Я не понимаю просто людей, кто их покупает Сейчас не те времена уже Как раньше, когда там Запчасти на иномарку, там, хер найдешь Или долго ждать, сейчас все абсолютно есть Вообще, все в наличии, на любую машину И я не понимаю, зачем в 2018-м, 2017-м, 2019-м году, 2015-м Попокупать, блин, русский шлаг, который ржавеет И не спасет тебя ни при малейшем ДТП В приори все, блядь, ДТП смертельные практически Реально, все, блядь, смерть сразу Вообще Эта залупа вообще никого не спасет Это пиздец В ней, если въебаться, это не дай бог вообще В ней, в Nexia, там, четырки, все русские машины Это же вообще пиздец Сидения Еще в ней очень убогие сидения В этой конкретной машине Они еще не просиженные Но когда Ну, в 90% случаев, что я видел Садишься, блядь Тебе вот здесь хуярит какая-то В спину В жопу тебя что-то, блядь, давит Это просто жесть И вот, как я и сказал Вот самая главная мысль моего ролика Что Мелочь там Мелочь там 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 И ты такой думаешь Ну, похер, блядь Ну, это же мелочь Зачем до этого доебываться Она же дешевле, чем конкуренты, блядь Да Ну, когда ты ежедневно на ней ездишь Там, утром, днем, блядь Вечером Ты постоянно на ней Тебе эти мелочи складываются в один, блядь Большой Ком Минусов Вот такой Который начинает бесить И вот Я еще не встречал человека Который бы поездил на приоре И сказал Что это самая охуенная тачка И я буду опять брать приору Хер его знает Не знаю Если человек Ну, либо он не ездил на иномарке Хотя бы на акценте на том же Пусть он, может быть, дедовский Там Нет у него там Какого-то вида молодежного Ну Блядь Я не сказал бы, что вот это Какой-то, блядь Супер Стильный дизайн Это частая херня По моему мнению Ездить можно Как бы Я вообще не привередлив его в тачках Вот Ну, машина моей мечты Это Lexus AS, блядь Или ES Что-нибудь такое Это тачка моей мечты Мне похер на немцев На Мерс Вообще Для меня лично Lexus Это Персик Вот А, как бы Мечта Lexus Езжу на этой залупе Как и многие из вас Короче, все Все, что мог сказал Реально Рассказывать тут нечего В каждые, блядь Каждые, наверное, уже Там на ютубе На них там сотни уже Тысячи этих обзоров На эти приоры Я снимаю не потому, что Я хочу быть оригинальным А просто появилась тачка Я всегда, когда появляется машина Я снимаю такой маленький обзорчик На память Кому-то, может, интересно будет мнение Вот Я снимаю Я никогда не ищу информацию Про машины Я говорю то, что Действительно Я считаю Вот то, что мне в голове Накопилось За какие-то Промежутки времени Жизненные То есть Поездил Какой-то опыт там есть Может быть он маленький Мизерный Но это мой опыт Это мое мнение Так что все Закругляюсь Что будет новенькое Опять сниму Расскажу Закругляемся Всем пока И фирменный жест Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...